дорогие друзья всем доброй ночи если уж по-честному доброго утра почти сейчас у нас 03 54 уже почти четыре часа 2 октября 2020 год пройдут годы этот ролик еще увидят люди хочу объяснить что сейчас происходит происходит то что четыре дня назад если я не ошибаюсь четыре дня назад азербайджан вызвав сирийских и ливийских боевиков головорезов игил напала на мирных жителей арцаха бомбит селение города в наглую отправляет беспилотники на города армении хотя с армении у них нет официальной войны объявленной турция во главе с эрдуганом ведет антиармянскую политику пытаясь полностью уничтожить армянскую нацию и мой народ сражается сражается оберегая весь закавказский регион и юг россии от нашествия получишь вот этих отребьев которые могут дестабилизировать обстановку в регионе которые могут привести ко второй чечне и дагестана и мой народ сражается ради того чтобы завтра в цинковых грабах снова не получали своих детей против противостоит тому отребью которые которые брала школы южной осетии которые в буденовске захватила роддом которая взяла норд-ост которая взрывала дома волгодонские и так далее и так далее вот это отребье сейчас против моего народа со стороны азербайджана пока наши солдаты берут один пост за другим пока они очищают и освобождают киташин и шаумян мы ставим обереги на наших воинов мы начитываем во имя нашей родины для усиление духа для силы потому что это отребье которые там собрана из ливии сирии из ирака эти наркоманы и головорезы и ублюдки они могут постучаться и ваши двери и и знайте что наша нация сотни лет уже тысячелетиями вот это отребье удерживает там ценой своей крови и хотя многие народы это не видели но они именно благодаря жертвам моего народа живут мирно и спокойно к сожалению большому все в основном держаться в стороне думаю что но это же не наши дети кипнуты дети армян вот так думали девяностые годы а потом это отребье когда не смогло ничего сделать на горном карабахе первую войну постучалась в двери россии и поднялась чечня и погибли и там люди здесь люди и отрезали людям головы и творили песчинство потом хасавюр потом дагестан но это есть хасавюр собственно говоря потом эти всякие проповедники просто знайте что сейчас мой народ сражается во имя вас всех и удерживает ценой своей крови поток вот этого вот этого бандитского террористического отребия удерживает там просите всех богов и не слушайте эти проститутские сми и не слушайте всяких недочеловеков которые всячески пытается облить дерьмом и распространять дезинформацию на самом деле все очень просто и предельно ясно турция с помощью эрдугана пытается создать свой новый халифат это продолжение геноцида армян 15 года только эрдуган не учел один факт что армяне тогда были разбросаны и безоружные и смогли нас уничтожить 2 миллиона вырезать сейчас армяне совершенно другая нация сейчас у нас есть оружие сейчас мы сплоченные сейчас мы научены горьким страшным опытом знаем к чему приводят разногласия поэтому как только начинается малейший намек на то чтобы уничтожить и скажем так как только покушаются на наши земли мы сразу всем народом встаем мы были не собраны в гандзаке гандзак остался в азербайджане мы были не собраны в чего не нахичеван схавали все названия армянские все названия все но почему-то называют своими землями и пытается вернуть для вас это территория престиж дело принципа для нас это родина те которые боятся нашествия турок уже на города пускают беспилотники в наглую беспардонно цинично отправляют беспилотники в армянские города хотя знают что армяне например не трогают их минге чаур который может смыть их просто в каспийское море что армяне не стреляют по их опорным пунктам которые находятся в селениях и в городах но это им не мешает ну мы знаем уже подлость их подлость нам знакома веками это вы удивляетесь а мы тоже научены и те которые боятся нападение турок а именно официальное нападение турции на армению дорогие друзья хоть алиева уже шизофрения началась он уже неадекват обманывать свой народ оставляя наших военных называет их своими называет их взятие территории у него уже с головой проблемы я не знаю что он будет говорить как он будет оправдываться перед своим народом интернет отключил чтобы люди не знали правду на варе и шапка горит знаете избивая людей возит туда на фронт но таким образом не воюет и не побеждают но у турции свои планы создание великого турана эрдоган себя возомнил султаном завоевателем и решил завоевать весь мир но хочу вам сказать что вот нападение турция никогда не решится на такое нападение турция пощупывает почву именно через азербайджан виде что получает по зубам он уже понимает что здесь нечего ловить турция не нападет никогда на армению не решится на прямое нападение но вот так вот вероломно подло да знаете почему по простой причине потому что если турция нападет на армению это будет катастрофа не для армении это будет катастрофа для китая для индии это будет катастрофа для пакистана это будет катастрофа для ирана никому не нужно чтобы турция свои щупальцы пускала туда все прекрасно помнят во все века, к чему приводили завоевание Багдада, завоевание Тебриза, понимаете? Ну, никому это не надо, чтобы Турция продвинулась до Пакистана, до Индии, до Ирана, земель, чтобы Турция продвинулась до Сирии, чтобы Турция продвинулась вглубь Китая. Ну, никому это уже, как только Турция решится на такой тупой, глупый, самоубийственный для себя шаг, просто эти государства разотрут его в порошок, и не ради армян, и не ради нас, а ради своей безопасности, потому что они просто понимают, что если она хоть сантиметр продвинется в Закавказье, это просто перед носом России будет взрывоопасная бомба, понимаете? Алиев между двух огней, с одной стороны старший брат Турок, который обещает, 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 и всячески помогает, с другой стороны Россия, которая хочет свои базы там поставить, он уже не знает, как быть. Если российским базам даст место, это будет трындец, конец отношений с Эрдуганом. А Эрдуган такое не прощает. Если он даст волю Эрдугану лишнее делать, это значит, что против себя настраивает Россию. Над российскими базами летают беспилотники. Специально провоцирует, просто провоцирует, не понимает, что играет с огнем. Ой, как не понимают просто. Так что, дорогие мои, никогда Турция не решится напрямую напасть на Армению. Никогда. Они просто такими подлыми играми пытаются отвлечь внимание. Если они пускают беспилотники на Ереван, на Бовьян, если они бомбят мирных жителей, которые просто не имеют права, потому что официально с Арменией у них нет войны. Если они это делают, вот эту подло-турецкую игру мы прекрасно знаем годами, они подло поступают. Вот как ждут, пока человек уснёт, чтобы пойти топором убить. То же самое здесь. Это значит, что они уже проиграли. Они просто понимают, что они проиграли, и они хотят хоть как-нибудь что-нибудь урвать, хоть напугать простое население, сеять панику. Понимаете, сутками работают их фейки, сутками работают их пропаганда. Берут наши танки, делают монтаж, показывают якобы, вот они сбитые. Но эти сказки, как мы говорим, бабушки Гюльназ, я не знаю, сколько они будут бабушки на Гюльназовой сказке рассказывать своему народу, вот до какой степени. Ну ладно, месяц, два обманут, три обманут. Но когда гробы будут возить, хоронить, что они будут говорить, вообще непонятно. Что они, в холодильниках будут хоронить, что ли, их тела? Понять не могу. И знаете, кто свергнет Алиева и кто закончит это всё? Сам азербайджанский народ. Если хоть кто-нибудь разумный, просто с головой остался у этого народа, он сам свергнет эту власть преступную. Потому что, ну это невероятно. У него шизофрения, его по глазам видно. Он потерян, понимаете, он потерян, как вам сказать, вообще реальность потерял. Он не понимает, куда он ведёт. Отдал свою армию в руки турков, турецкого командования. Его офицеры убегают там. Главный министр слинял какой-то. Ещё трое убежали. Они убегают, потому что они понимают, что они обречены. Разговоры по всему Азербайджану, расспросы, как вы относитесь к войне, все говорят. Мы не верим, что мы что-то сможем сделать. Да не верят они, потому что они знают, что они не воины. Ну не воины они. Не умеют воевать. Поэтому, если остался в Азербайджане хоть один разумный человек. Самое смешное, что каждый день показывается передвижение наших войск. Каждый день показываются новые районы. Такое ощущение, что эти люди зомбированы. Или им всем скопом надо идти к психиатру. Сидят и орут. Ой, всё, армяне, мы уже в Ереване почти, всё, мы уже победили. Наверное, им промивают мозги через телевидение настолько хорошо, что ну просто вот не достучишься до черепной коробки, что алле, алле, вы понимаете, что с вами делают? У вас дети тут гибнут. Вам говорят, мы завоевали, всё такое. Дети ваши гибнут, дети ваши гибнут. Самосвалами целыми этими возят, грузовиками возят трупы, грузовиками возят в Азербайджан трупы. Люди там уже почти четыре тысячи погибших. Их скрывают, их не говорят. Почти четыре тысячи по разным подсчётам, потому что грузовиками наши же потом разрешают трупы забрать. И они подъезжают грузовиками. У меня там... Уже сказали мне, что буквально просто сегодня три грузовика полные, сгружённые трупами, отвезли в Азербайджан. Вы понимаете, что происходит? Они живут в какой-то сказке, в какой-то иллюзии. Они живут в каком-то придуманном мире. Они не могут понять, что с ними происходит вообще. Им говорят, остановите, остановите, выйдите на митинг, скажите своему президенту, хватит. А президент им говорит, всё хорошо, мы уже почти в Ереване, всё у нас хорошо. Шизофрения какая-то. Этих людей читаешь и думаешь, вы серьёзно, что ли, у вас с головой вообще всё нормально? Это реально какая-то шизофрения какая-то вообще. Я не могу такое понимать. Возят грузовиками их туда, они говорят, да они смотрят, Светлана, они боятся сказать. Они все смотрят, они через разные сайты заходят. У них интернет запретили, они заходят через разные сайты. Они видят правду. Они видят, но боятся сказать. Боятся, потому что там тоталитарный режим. Там просто тоталитарный режим. Очнитесь уже. Просто очнитесь уже. Обманом людей возят на фронт. Ваши сыновья, которым сказали, якобы они на учениях, они погибшие лежат. Они погибшие лежат в моргах. Очнитесь уже. Алиев шизофреник, он неадекватен. По его лицу видно, по его глазам видно, что он сумасшедший. Вы понимаете или нет? Мне не интересуют никакие Таро, Моро, вообще ни о ком я мнений выражать не собираюсь. Мне вообще ничего не интересует сейчас. Меня интересует только мой народ и более ничего. Так что забыли вообще, и подобные глупые вопросы мне задавать не надо. Кто армянка, те со своим народом. Все остальные просто с фамилией Наян. Понимаете, это большая разница. Итак, дорогие друзья. Оберег на сыновей воинов. Вот эти обереги, которые я сейчас вам подарю, Их могут сделать матери, жены, дочери, сестры. Любой человек, близкий, любимый, скажем, единокровный и так далее. Да там читать не нужно их комментарии, это сумасшедший дом. Они неадекватные, они как будто душевно больные всем скопом. Они больные, у них с головой проблемы. Их трупы показывают, они говорят, ой, это прошлогодние, это 20 лет назад, а не надо нас смешить. Паспорт показывают, они говорят, вы этот паспорт сами нарисовали, отксерили, вы сами написали. Самосвалами их трупы везут, везут, они говорят, это ваши тела, это вы обманываете, или там кого-то попросили, это специально оделись, они там кетчупом на себя насыпали. Вы действительно ёбнутые, извините за выражение. Ваших детей везут пачками просто, грузовиками в боку. Вы нам говорите, вы специально делаете это фейки, это ой, ой, да ладно, наши ребята уже, вы бежите, наши ребята уже вас в Еревань. Вы что, больные, что ли? Вы реально ебанутые, что ли? Посмотрите хотя бы, ладно, нам не верите, посмотрите сводки русских блогеров, которые там, посмотрите сводки иностранных журналистов, которые там. У вас что, вы вообще башка не варите, что ли? Вы что делаете? У вас уже пола Азербайджана перебили, везут к вам, хоронить негде. Вы говорите, ой, бегите, бегите, армяне все бегут, уже все бегут, уже перед нами армяне, все давайте. Вашу дивизию. У меня слов нет. Я читаю, говорю, это, блядь, это племя вообще адекватно, или больные? Мы до вас пытаемся достучаться, что вас везут на бойню, а вы сидите, что вообще, хернёй какой-то занимаетесь, вообще? Или у вас с головой что-то не то? Это реально, Гюльнастат тут рядом не вольнялся. Какие у нас, понимаете? Вон, пожалуйста, вот пришел еще один придурок. Или им платят специально, чтобы они вот делали так придурковатый вид, как будто ничего не понимают. Очнитесь, Азербайджан, очнитесь. Вас, ваших детей, трупы везут просто огромными этими, вашу мать, грузовиками. У меня руки просто дрожат. Никакой Степанакерт не разрушен. Это Азерские пришли. Не надо мне тут. Вот это тоже не верьте, когда приходят. Мы убегаем, Степанакерт разрушен. Не верьте, это тоже Азеры пишут. Никакой Степанакерт не разрушен. Кинули, да, на мирные дома кинули несколько этих снарядов, и все. Их не допускают близко, чтобы что-то разрушать. Это тоже Азеры. Я просто в шоке от этого народа. Я не могу вам трупы показывать. Йоколомыны. Вы же видите, как можно так равнодушно относиться к телам своих соотечественников. У вас сердце есть? Мне плохо. Мне нехорошо, понимаете? А им хоть бы хны. Вообще похеру. Я... Я просто... Ну, ладно, раз уж вам так нравится, ну, идите тогда. Будем к вам возить тогда самосвалами. Будем к вам возить. Не, правда, это уже... Это уже попахивает шизофренией. Вот эта обработка мозгов 20 лет с лишним. Они называют Алиева душа нашего народа. Какая душа вашего народа? Он по происхождению курд. У него бабушка была армянка. Ничего азербайджанского, тюркского нету. Какая душа вашего народа этот человек? Он вас погубил. Он тысячами уже убил за эти годы. Тысячами возили. Вы не понимаете ничего? Опять лезете. Нет, отдайте нашу землю. Все равно отдайте. Какую землю вам отдать вашу мать? Какую землю вашего земля? На Алтае идите туда, вон. Там ваша земля. Идите, забирайте. Это что вообще, а? Да я не могу. Я как человек, как женщина, как мать. Как бы я ни была яростной и зла на них. Я вижу, это дети 18 лет, 19 лет. Я понимаю, что многих из них загнали насильно. Мне, армянки, их жалко. Вам не жалко своих детей? Вы что за люди, а? Вы что за существа? Это что вы за люди? Вам своих детей не жалко? Вам говорят, уже берут, уже весь Карабах очистили. Бои уже переходят на вашу границу. Уже в Азербайджан переходят. Очнитесь, созовите обратно это пушечное мясо, пока кто-нибудь живой остался. А вы по новой собирайте их, ввозите сюда. Я просто с этого народа просто в шоке. Я клянусь, я читаю, я думаю, этот народ неадекватный. Им надо просто всем скопом ехать к психиатру. Это вы придумали. Это неправда. Мы уже в Ереване, у нас уже победа, мы уже все хорошо, мы все забрали обратно. Вы, армяне, уже бежите. Вот вы уже все умерли, никого не осталось. У нас 103 жертвы. 8 человек мирного населения, остальные солдаты. У нас 103 жертвы. Да. Вечно мир их души. Они ушли в вечность, они ушли без смерти. 103 жертвы у нас, к сожалению. У вас более двух тысяч. Это официальные данные. Но многие говорят, что даже четыре. Это вообще, это нереально. Я читаю это все. Очнись, Азербайджан, очнись, тебя дурачат, забарана считают. Элементарно, просто, элементарно. Элементарно, я вам сейчас покажу и докажу. Очнись, Азербайджан, вас дурачат. Вот это показано, якобы. Это вот наши танки, наши ребята и наши территории. Делают фотошоп. Вместо армянского флага азербайджанский там рисует. Фотошоп. Вы что хотите фотошоп? Ладно, фотошопы вы делаете, фейки создаете, но этим же невозможно победить. Этим не побеждают. Слушайте, ну это пройдет время, это все забудет. Это армянская форма одежды. Вот это форма армянского солдата. Сейчас я вам покажу. Этого солдата показали недавно. Раньше тоже так было. Раньше тоже, когда азербайджанских стариков кинули свои и убежали. Причем одна женщина, ее сын был начальник милиции вот этого округа. И вот Монте Милкунян, вот этот человек и остальные безопасно доставили этих стариков на место и она обняла напоследок его и сказала вот бы мой сын был такой же сильный духом как ты. Эту фотографию поместили в азербайджанской газете и сказали азербайджанская мать говорит своему сыну иди воюй с армянами. понимаете? Я просто вот форма видите, посмотрите вот она форма армянских солдат. Она вот такого типа. сейчас покажу. Сейчас покажу. Подождите. форма форма азербайджанских солдат. Вот. Сейчас покажу. Вот ваша форма. Вот форма азербайджанских солдат. Вот она такая. Вот. Видите? Здесь армянский солдат. Здесь форма армянской армии. йоколамэне. Посмотрите сюда. Как можно свой народ так за ишака считать? Как можно считать свой народ за такого ишака и вот так обманывать? Я просто ну будете вы наверное лежа в гробах даже будете орать что вы уже взяли Карабах вы уже в Ереване и всех армян перебили. Я в шоке от вас. Я не могу просто. Я не поднимаю вашу шизофрению. Люди ваши дети там гибнут. Вы понимаете или нет? Мы уже победили все. Весь Карабах очищен от вас. Теперь мы идем уже на вашу территорию. Все. Награждают здесь людей. Я не могу достучаться до них чтобы объяснить. Люди очнитесь. Вы что делаете? Я в ужасе. Дайте покажу. Буквально пару минут назад армия Арцаха взяла под свою контроль юг Шаумяна. Это уже конец Арцаха. Вот награда. Шаумяна. Хотите покажу где Шаумян? Давайте покажу чтобы вы поняли. мне плохо уже. Я трясусь. Я пытаюсь достучаться что ваши дети там гибнут. Они говорят да похер мы уже в Ереване не надо врать. Шаумян посмотрите где. Вот Карабах видите? Вот все что вы здесь видите это все было под контроль Армении. Посмотрите сюда. Вот Мартакет. вот эта часть вот эта часть была опять же тогда взята азербайджанскими войсками и не отдавали. Вот эта часть теперь эта часть вот вот эта часть она тоже свободна. Весь Карабах уже свободен. Весь вот эта маленькая часть которая была еще пока там она тоже свободна. Глаза откройте вашу мать глаза вы что сумасшедшие? Вот она село Талыш уже взято. Шаумян взят Геташен взят освободили все но Геташен просто шаумяновский район поэтому мы говорим шаумян и этим все сказано посмотрите блин я не могу мне плохо уже вы чего собрались освобождать если она все уже взято обратно вы когда свои глаза откроют вы что с ума сошли у вас 4000 жертв уже почти гробы летят и летят в Турцию вы что блин люди мне плохо реально я вам говорю я такого сумасшествия целого народа никогда не видела первый раз вижу мне просто страшно не отправляйте ваших детей они сюда попадают в мясорубку им нет спасения им спасения нету в Карабахе все яростно идут вперед яростно Индия сказала Индия сказала там индусы шутили у нас тоже живут индусы Индия сказала что нас индусов полтора миллиарда каждый из нас пописывает Азербайджан смоет волной вы что думаете что у вас кроме Турции ни хера никого нету а сейчас весь мир возмутился этой наглости которую вы творите весь мир понимаете Иран который исламская страна она сказала не допущу это неправильно не допущу и все через мою границу ничего не унесете кроме сраной Турции у вас ничего больше нету вы на них надеетесь вон их забирают гробами в Турцию вы понимаете что это вам не Ливан это вам не Сирия это армяне вы думаете вот по старой памяти что 15-й год когда убили 2 миллиона людей и сейчас придете убивать не сравнивайте не надо равнять тогда народ тогда народ был слаб тогда народ был не объединен тогда народ был смешанный состояние была война была первомировая тогда народ был в таком непонятном для себя состоянии сейчас народ не такой сейчас народ потеряв 2 миллиона жизней сейчас народ прошел боль потери боль вот чужбины. Сейчас за сто лет наш народ поменялся. Вы что, хотите пятнадцатый год устроить? Не получится. Мы вам устроим пятнадцатый год. Мы сможем уже. Мы научились. Мы жестокие стали. Короче, ладно, готовьте еще грузовики. Раз не хотите понимать. Я извиняюсь, у меня когти. Я дала себе слово, что пока я с Карабаха не узнаю хороших вестей. Я не буду ни в маникюрную, ничего. Я себе забросила. Я не могу думать о своем маникюре. Я не могу думать о своих каких-то удовольствиях. Это нереально, когда твой народ в таком состоянии тебе вообще до чего. Но это у меня так. Я не говорю о за всех. Есть люди, которым похеру они полетели отдыхать на морях и так далее. Им все равно, что с их народом происходит. Но я не из них, понимаете? И поэтому, как только хорошие вести начались, вот теперь я начала. Я четыре дня вообще не ела. Вы поверите мне? Я похудела вообще. Я худею. До такой степени руки стали худые, лицо худое. Я не могу есть. Вот сейчас начала, заставила себя. Не потому, что я нервничаю себя, а потому, что напряжение. Напряжение. Пока я не узнала, что все хорошо, у меня жизни нет. Как может человек быть счастлив, зная, что его родина в опасности? Это ведь будущее моё, моих детей. Если у меня есть за спиной родина, я не чувствую себя цыганкой, которая непонятно сегодня тут живёт, завтра. Понимаете, люди без родины, это очень страшно. Наши дети, наши ребята, каждый из них – это наш ребёнок. Смерть каждого из них для меня личная трагедия, потому что это люди абсолютно безвинные, живущие на своей земле, которых пришли убивать. Каждая смерть – это трагедия для меня лично. Я их имена перечитываю иногда, и каждому из них желаю покоя на том свете. Их жертвы не напрасны. Надо делать так, чтобы было не напрасно. Но это наши дети. Это наше. Это моё, это моя кровь. Как бы я ни критиковала свой народ, неважно, что я скажу, разозлюсь, но это мой народ. Понимаете, это моя кровь, это зов моих предков. Это нереально просто. Уже перед нашими глазами опять геноцид, опять пережитое, опять воины, опять всё. Но у нас нету страха уже. Турок должен понять, у армян нет больше страха перед ним. Откройте, посмотрите фильм «Шрам». Как в тесных вагонах возили, как скот. Как издевались. Как резали людей. Что мой народ прошёл. Сейчас мы уже не те. Наша милосердная рука превратилась в кулак и будет опускаться на вашу бошку. И вы дальше будете возить вот этими грузовиками. А ещё потому, что мы столько попросили великие силы, что просто открылись ворота. Мой народ сейчас воюет с терроризмом. Запомните это. Не хотите, чтобы был Норд-Ост, не хотите, чтобы было ещё Волгодонск и так далее? Хотя бы морально поддержите этот народ. И не верьте продажным СМИ. Никогда не верьте. Я хочу сказать спасибо осетинам. Добровольцы из Осетии, несколько человек. Я знаю их. Я знаю... Я знаю... лично этих людей. которые рванули туда. Я знаю из Белоруссии атамана Александра, который рванул туда. Осетины никогда в жизни я не помню на моей памяти, чтобы они подло повели себя по отношению к моему народу. У нас есть осетинские герои, погибшие страшной смертью в плену. И в честь них названы улицы. Им присвоена герой Арцаха. Осетины сами прошли это. Понимаете? Спасибо вам. Спасибо вам, Аланы. Мы с вами никогда не воевали. Многие наши царицы были Аланки, Сатеник, Ашхен. Много нас связывает с Аланей. И Аланы, как мужчины, вот этот маленький народ, они, во-первых, очень красивый народ и очень сильный духом народ. Они тоже сильный духом народ. Вспомните, когда нападение было на Цхенвал, насколько этот народ спокойно, терпеливо эту боль перенес. Вот эти все убитые просто по частям. Это невероятно описать. И с каким достоинством этот народ перенес эту боль. Они тоже сильный народ. И они нас поймут. Спасибо вам. Пусть ваше божество в Астерже всегда будет с вами рядом. И благословляет ваш древний народ. Многострадальный народ. Спасибо. В отличие от некоторых, вы не побежали на север. Мне очень больно. Я не могу простить. Я не могу простить Грузии эту подлость. Не могу. Хотя еще раз говорю, что это не касается грузинского народа и грузинской нации. Грузины – это мои родные люди. Они и осетинам родные люди. Но подлость Грузии, она неописуема. Очень страшная подлость. Это такая мерзкая вещь. Не передать словами. Очень страшная подлость. Через свою границу пускать из Турции оружие, пускать из Израиля оружие, а гуманитарную помощь не пускать. Грузия за тебя тоже сражается там, чтобы ты завтра не стала частью Уттуманской империи. За тебя тоже сражается Грузия. Это за тебя тоже. А ожидали мы, Анжелика. Чего, значит, не ожидали от Грузии? Я ожидала вполне. Я вполне ожидала от Грузии такой политики. Это же не первый раз. Я ожидала. Для меня это не было сюрпризом. Мне было очень больно, что вот сейчас вот реально наши дети просто там из последних сил как начали сражаться. И жертвы первые пошли, и все такое. Когда Грузия закрыла границы, гуманитарной помощи не пуская. Блин, как это было больно. Вот хотелось прийти плюнуть этим лидерам в Рожеское, харкнуть вот так вот. Тьфу. Сказать, ну вот, ну не хочу желать я вам того же. Но мы вашу страну тоже оберегаем. Ладно, все. Мерзко просто, очень мерзко. Такое нельзя было делать. Просто нельзя было делать. Векового врага назвать другом. И тысячелетнего брата вонзить с кинжал. Ну не прощается это. Это не забудется никогда. Вот плевать на всех. Украина там не то, это не так. Грузия. Ты не имела права так делать. И сейчас грузины сидят наряду с азерами, пишут в форумах. Карабах – это земля Азербайджана. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые грузины, когда ваш храм отобрали, отчего вы жопу рвали и орали, что вас еще здесь не было, когда этот храм мы построили и наши предки тысячелетия назад. Когда ваши, знаете, ваши мозоли коснулось, вы сразу вспомнили историю. А сейчас сидите нагло, нахально. Да, Грузия должна была вот так делать, вот это. Да. Ну что сказать? Браво. Ладно. Приступим. Если вдруг зарядки будет мало, я принесу. Дорогие друзья, первый оберег. Берете фотографию своего сына. Ставите свечу, зажигайте свечу. И семь раз читайте. Свеча должна догореть. Свечу можете просто выкинуть, она уже ценности никакой не представляет. А камень прячете и фото тоже отдельно друг от друга, не вместе. Оберег на камень очень сильный. Скажите своим сыновям, мужьям, если они хотят попасть прямо в цель, говорят, Ацха, Ацха, направь мою стрелу и попадает в цель. Ацха, бог природы, покровитель всего живого, домашних животных и диких животных, но в то же самое время еще он бог охоты. Он разрешал сезоны, можно охотиться или нет. И всегда, когда шли на войну или на охоту, надо было говорить вот это. Ацха, Ацха, направь мою стрелу. Это раз. Второй момент. На камень читать семь раз. Камень спрятать отдельно, фото отдельно. Этот камень никому не показывайте, никому не отдавайте. Кто будет читать, он должен прятать. Найдут, переделайте. Оберег просто перебьется. Ничего плохого не будет, но оберег перестанет действовать. Поняли меня? Можно в какой-нибудь положить мешочек. В пакет нельзя. Целлофан и так далее. Это должна быть ткань. Иду я через двери ворота. Дойду до океана, до острова Буяна. Посреди того острова камень вечный, камень древний. На том камне сидит мудрая старица. Нет счету ее годам, нет предела ее силе. Ты, старица древняя, мудрая, могучая, тебя зло пугается, зверь от тебя скрывается, беда убегает. Так бы сына моего или отца моего имя его. Злая сила стороною обходила. Зверь бы от него убегал, беда дорогу к нему пусть забудет. Великая старица, великий оберег, дари моему сыну. Пока камень не перегрызут, сей оберег не перебьют. Не перебьют. Заклято. Еще раз. Иду я через двери ворота, дойду до океана и до острова Буяна. Посреди того острова камень вечный, камень древний. На том камне сидит мудрая старица. Нет счету ее годам, нет предела ее стиля. Ты, старица древняя, мудрая, могучая. Тебя зло пугается, дверь от тебя скрывается, беда убегает. Так бы сына моего злая сила стороной обходила. Зверь бы от него убегал, беда дорогу к нему пусть забудет. Великая старица, великий оберег, дари моему сыну. Пока камень не перегрызут, сей оберег не перебьют. Заклято. Это первый оберег. Я еще вам дам. Читайте Материнскую защиту. Читайте Сохран тысячи матерей. Читайте Покров матери. Это все я вам давала. Найдите на моих каналах и читайте. Есть на моем сайте эти заговоры. Наберете, в интернете выйдут все мои работы. Внизу будет написано ритуалы Инги Хусроевой, авторские ритуалы. Дальше. Дорогие друзья, каждый вечер, это нужно делать в сумерке вообще, все обереги и прочее, каждый вечер открывайте окно, смотрите в темноту, в ночь и читайте тринадцать раз. Заклинаю вас железо, медь, олово и всякий металл, пули и стрелы, ножи и ятаганы, шашки и кинжалы и всякое оружие. Обойдите стороной сына моего, мужа моего, имя. Не коснитесь его тела, его крови, его костей ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в субботу, ни в воскресенье, ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером, ни в какой день и час. Стань металл, легче пераптичьего. Заклинаю силой богов моему сыну живым вернуться, тело его, панцирь. По четырем сторонам могучие стражники, моя кровь и плоть его охранники, от пули и от раны, ключ, замок, язык, заклято. Это можно использовать и для людей, которые потом, и оберег ставить потом, когда в нелегкое время, или если он в каких-то структурах работает. В любом случае, это называется оберег от пулей и от любого оружия. Это второй уже. Открыть окно, прочитать 13 раз сумерки, каждый вечер, каждую ночь. Делайте обереги на своих детей, делайте. Поверьте мне, что, знаете, как говорят, материнская молитва со дна морского поднимет. Чем больше вы будете это делать, я сейчас вам один случай расскажу, когда во время русско-японской войны одна женщина все время начитывала обереги, все время читала на мужа, все время пыталась его защитить, и беременная сидела перед зеркалом, расчесывалась ночью. И вдруг увидела такую картину, зеркало открылось, и видит, муж ползет по снегу, а сзади ползают, значит, японцы, и уже целятся на мужа. Она закричала, схватила вазу и ударила по зеркалу. Ей стало плохо, ее свекор, свекровь свекровь, подбежали туда, и застали ее уже в таком плохом состоянии. Когда муж вернулся, муж сказал, со мной произошел такой невероятный случай, за мной ползали по снегу японцы, уже целились в меня, и вдруг какой-то жуткий женский крик послышался, и как будто стекло разбилось, и один из японцев намертво упал. И тогда родители показали осколки и рассказали этот случай, когда его жена увидела его в зеркале. Параллельные миры существуют, существуют энергетические зоны, существуют воронки, наше слово материально, все, что мы говорим, здравствуйте, Алена, все, что мы говорим и объясняем, то есть все, что мы посылаем и насылаем, оно все получается, все сбывается, если мы настраиваемся и всей душой это делаем, понимаете меня? Так что ваши обереги способны их оберегать. Потом, когда вернутся, они вам расскажут невероятные случаи своего спасения. Скажут, прям рядом пуля засвистела, аж в ушах зазвенела, но меня не коснулось. Или скажут, ни с того, ни с сего мне захотелось подойти к дереву, а тут пуля прям в дерево меня обошла и так далее, понимаете? еще раз, заклинать, это называется заклинать пулю или остановить любые пули и оружие. Заклинаю вас железо, медь, олово и всякий металл, пули и стрели, ножи и ятаганы, шашки и кинжалы и всякие оружия. Обойдите стороной сына моего, не коснитесь его тела, его крови, его костей, ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду, ни в четверг, ни в субботу, ни в воскресенье, ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером, ни в какой день и час. Стань металл легче пера птичьего, заклиная силой богов, моему сыну живым вернуться, тело его панцирь, по четырем сторонам могучие стражники, моя кровь и плоть его охранники, от пули и от раны, ключ, замок, язык, заклято. Вы ставите запрет пули коснуться вашего ребенка или вашего мужа. Смотрите, все дни назвали, понимаете? Вы перечислили все дни, в которых не должно коснуться. Ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером. Вы закрыли эти пути, пули к своему ребенку. И поскольку ребенок или муж, или любимый человек, у вас есть связь с ним духовная, то вам дается это право и сила это сделать. Я могу начитать на человека, оно воздействует, но даже мое слово может не так сильно повлиять, как слово матери, которое внутри дорожит и имеет право моральное и право крови ставить оберег своему ребенку. Пока это достаточно. Я еще на днях вам подарю. Пусть они воюют там, а мы будем воевать на этом фронте, невидимом. А те, кто думал, что так легко и просто одолеет армянский народ, очнитесь, очнитесь. Мы имеем тысячелетний опыт, тысячелетний опыт войны. Нас не так легко сломить. Очнитесь. Забудьте вы про 15-й год, забудьте, что вы тогда смогли убить, и вам кажется, что точно так же легко и вы сейчас можете. Тогда вы смогли убить, потому что народы мира были заняты Первой мировой войной, потому что обманным путем заманили мужчин и забрали их якобы строить какие-то там мосты и дороги и убили их и оставили наедине стариков, женщин и детей. Тогда Армения находилась под гнетом и в составе Османской империи, поэтому не могла ничего делать и не имела возможности приобрести оружие, себя защитить. Тогда было другое время, не было сплоченности и так далее. Сейчас Армения абсолютно отдельное государство, Карабах абсолютно отдельное государство, сейчас есть возможность купить оружие, сейчас есть возможность жить, сейчас вы не заманите наших мужчин под видом каких-то работ и не убьете потом безоружных женщин и детей, понимаете, сейчас другое время, поэтому забудьте уже на веки вечный 15-й год. 15-й год это ваша бесчеловечность и позор и наш кровавый страшный урок, когда мы потеряли 70% нашего, нашей родины и 70% населения нашей, нашей страны. Забудьте про это, просто забудьте. И в 18-м году вы когда пришли уже нас окончательно уничтожать и убивать и на поле сардарападском армянский народ вот точно так же встал, но тогда они встали без оружия, босиком, голодный, весь народ пошел, потому что деваться было некуда. Все встали и Османскую империю поставили на колени. А сейчас точно так же нам некуда деваться, это наша земля и мы будем эту землю оберегать. Вы и так у нас забрали, вы и так у нас забрали Нахичеван, Ганзак, точнее вам отдали, а вы потом армян оттуда вытурили быстренько и заняли, подмяли под себя. Вы на нашей Атерпатене создали себе государство и хватит с вас. Хватит, сидите уже там и не суетесь, иначе придется вот так вагонами и грузовиками трупы возить к себе туда. Хорош, хватит. Оставьте нас в покое, оставьте в покое наших детей. Хватит пить нашу кровь и пятнадцатый год забудьте. Армяне больше не такие добродушные, доверчивые, безоружные, и они не такие, как вы привыкли их видеть. Как моя бабушка рассказывала, что всю дорогу они видели распятых женщин, детей, всю дорогу стоны, крики, и вот подошли мы, караксу, и народ решил чуть-чуть передохнуть, и тут аскяры снова напали на наш лагерь, кто-то кричал, кому-то руку отрубили, кого-то насиловали, отрубленные головы, детей валялись, кто-то кричал, кто-то уже обреченно ждал, а кому-то ребенку в голову выстрелили и кинули тело в руки матери, и она начала тихо плакать, потому что у нее не было уже ни слез, ни сил, и она уже не хотела жить. Вот этот момент, это время, которое вы сотворили, забудьте навеки, больше 15-го года не будет. Если вы дальше будете это делать, то, боюсь, 15-й год это мы вам устроим, потому что мы сейчас такой ярости, у нас просто такая львиная сила проснулась, что вам и не снилось никогда. Не испытывайте судьбу, не испытывайте судьбу, вы поиздевались над нашим народом, от души, вот просто вдоволь, не надо испытывать судьбу, не доводите до того, чтобы уже реально в вашей стране не стало, не надо этого делать, забудьте про 15-й год, сейчас армяне совсем другие, совершенно другие, а беззащитных они убивать больше не смогут, потому что у нас уже нет беззащитных и не будет больше никогда. Вы нам преподали хороший урок в 15-м году, не верить, не доверять вам ничего, и мы вам не верим и не доверяем. Все, дорогие друзья, а воинам нашим слава за то, что они от этого отребия террористического оберегают все за Кавказе, Северный Кавказ, Иран, Россию. Спасибо им, они стоят как львы против шакалов и будут стоять столько, сколько нужно. Всем удачи и всех благ. Спасибо.